17 августа ведомство продлило арест обвиняемым в совершении преступления Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову. Сначала дело передавали из Новосибирска в Кемерово, а затем процесс затянулся из-за длительной экспертизы стоимости автомобиля, из-за которого и убили Берчанку. Напомню, 34-летняя женщина пропала утром 11 января 2019 года, после чего была объявлена в розыск. Ее искали сотни людей, в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ирина Синельникова была убита из-за иномарки, которую Фурсов и Белоусов позже продали в соседнем регионе. Тело убитой Берчанки нашли в Кемеровской области. Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных 105-й статьей УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Статью из 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и статьей 325 УК РФ «Похищение гражданина паспорта и другого важного личного документа». Фурсов и Белоусов все это время находятся в СИЗО. Кемеровский областной суд вернется к рассмотрению уголовного дела через неделю.